Всем привет! Сегодня вашему вниманию хочу представить вот такой вот телевизор Samsung с диагональю 15 дюймов и с плоским экраном. Видите, он не выпуклый даже. Он плоский. Итак, первое, что я хочу вам показать, это вот такие вот ссадины, трещина. Видимо, что-то где-то тут было царапина на кинескопе. Или скол, стеклышко. Я вообще забыл сказать. Блин, давненько я хотел такой себе найти, но что-то все разбитые попадались. И вот попался целый. Так, кинескоп вроде просто был грязный. Так, давайте посмотрим. Это Samsung Plano. Скорее всего, я еще не смотрел, но, скорее всего, попробую предугадать. Шасси у него, скорее всего, CS9A. Сверху, давайте посмотрим, у нас вот такие вот ссадины. Вот такая вот с внутренней стороны. Там как будто что-то колупали. Обратите внимание на уровне уха кинескопа, которая под винт держащая. То есть, их там 4 уха, так сказать. Царапины, ссадины. Еще одна такая же хрень. Задняя стенка вымазана в краске чуть-чуть. Так, ну что, какой вам бок показать? Правый или левый? Давайте начнем с правого. Пам-пам-пам-пам. Вот такая вот хрень. Вот это отогнуто, как вы видите. Тут идет трещина. Вот этот кусок выломан, но он есть. Вот идет трещина. Дальше что у нас? Так. Дальше у нас вот такая вот хрень. Вам когда-нибудь попадались телеки в таком состоянии, не разметоленные? Так, дальше что? Вот еще у нас... Вот эта, кстати, часть, как видите, она отогнута была. То есть, скажем прямо, телевизор был в полураскляченном состоянии. Вот эти две стойки целые, а те две стойки, то есть, та часть была отключена, он, в общем, кишками наружу валялся. Плата была наружу. Давайте посмотрим другой бок. Пам-пам-пам-пам. И здесь у нас отогнут вот этот кусок. И свое нормальное состояние он не хочет возвращаться. А дальше у нас тут сейчас вытащена плата. Так, посмотрим вот здесь. Вот здесь у нас целое снаружи, потому что выломалась стойка внутри. Она просто была отогнута и не покорежилась. И давайте посмотрим его модель. Кстати, на нижней части повреждений нет. За одним исключением вот эта вот направляющая палка. у нее вот здесь вот вылазили такие язычки. Здесь и снизу еще. В общем, они обломаны, она не держится. Так, дальше. Модель. Вот такая вот модель. И вот самая одна из причин, по которой мне стало жалко, я его взял и решил попробовать сделать. Это это сука стереозвук, блядь. Это пятнашка маленький со стерео, блядь, звуком. А если у него, блядь, еще и поддержка никам, то вообще кик нахуй. Я до сих пор не могу понять, как это получилось. Его намеренно распидорили вот так вот внешку или он упал. Вот не понимаю. Но раз вы его видите, значит кинескоп у него не разбит. Скорее всего вид, да? Давайте посмотрим, что у него внутри. Сразу скажу, плата вынута, а вот эти разъемы, они просто отломаны от нее. Итак, снимаем крышку. И вот что происходит. Она вот так отгибается. Идем дальше. Так. Как видим, он не особо пыльный. И внутри тоже. И как видите, и как мы видим, по крайней мере внешне он целый. Отклоняющая разъем на месте. Медь на месте. Единственное, из кинескопа вот этот вот выпал. Я его назад засадил. Тут у нас один штырек на разъеме отлома, но это ничего страшного. Динамики. Один, второй. модель кинескопа. Это 15 дюймов, но горловина у него стандартная, как у 21-й диагонали. В связи с чем у меня складывается вопрос, можно ли к этой трубке подключать обычную плату, например, от выпуклого. Да, я знаю, геометрия будет не та, но просто, чтобы проверить. то есть распиновка скорее всего такая же. Сейчас я покажу вам плату. А вот и плата. Она есть. Вот он был платой наружу. Значит, из хуевых новостей это вот это. Кстати, шасик это у нас какая? не вижу. Сейчас. Так. Уж извиняйте за качество съемки, я сам первый раз смотрю, я не видел. CS1 даже? Ни хера. Я думал 9-я. Да, это CS1, а это очень распространенная самсунговская шасси, но в основном оно встречается в моноисполнении, а тут был стерео. TDKS. Блядь, рука дрожит. вроде внешне без этих без прогаров. Это эпоксидка. Так, вот кондер, возможно, у него нога сломалась, потому что... И, в общем, вот такая вот ситуация у него. Плата, как вы видите, треснута, треснута. Но не так сильно. То есть, смотрите, припаять TDKS можно вообще даже без разъемов попробовать, и, скорее всего, она включится. Хотя, скорее всего, можно было бы попробовать включить ее даже в таком состоянии, но можно отсутствием нагрузки сжечь блок питания, поэтому пробовать не хочется. также вот в этой части трещин не наблюдается, только вот тут чуть-чуть продолжение трещины идет. Вот у нас боковой AV. Благодаря тому, что он есть, можно, наверное, даже старый не припаивать. Так, что вам показать? НОТ-2 не ахти снимает. Ну, что могу показать? Смотрите, предохранитель у него не в обрыве, значит, позитор тут не вылетевший, потому что в CS9A, CS1A я однократно встречал пробитый вот этот позитор, из-за чего телек был выброшен и его уже успевали разметолить. СТРочка. Так, где-то тут микросхема ванчи. Черт. Как показать-то так? не знаю, увидите вы что-то или нет, но обычно на моно-версии шасси CS1A 9A красного нет. Здесь красный распаяли, значит, с уверенностью могу сказать, что здесь стерео. В общем, вот такой вот тюнерок есть. Будем пробовать. кстати. Так, плата кинескопа с усилителем. Вот стандартный цоколь. То есть, не под 14, а под 21 диагональ. Распиновка, наверное, надо по дорожкам будет посмотреть на другом шасси. У меня, похоже, есть. Скорее всего, здесь стандартная распиновка. В общем, вот в таком состоянии можно найти телевизор на помойке нынче. Жалко, конечно, вот стерео телевизора всегда жалко. А тут еще и Samsung. А я же Samsung ёп, как вы знаете. И вот такая вот картина мне стала жалко, я решил убежать. Кстати, совсем забыл. Обратите внимание, здесь чего-то не хватает. Я вам намекаю, вводя камеры по периметру кинескопа, здесь кое-чего не хватает. Какой-то умник, а, кстати, да, вот видите, даже держатели обломаны. Вот обломан, вот обломан, и вот один целый остался. Короче, какой-то умник все-таки догадался, блядь, спиздить отсюда петлю размагничения. Видимо, он и полу раскрячил корпус, но петлю он спер. это осталось. Где логика? Здесь меди больше, чем петли размагничивания. Не понимаю. Ну, в общем, вот так вот. Я не понимаю, что с ним стало, почему в таком состоянии. Либо его шкалота пизданула об асфальт, либо он упал. Петли нет, отклонялка есть. Плата есть, но расколотая. Сетевой шнур, кстати, тоже есть, но он сейчас не здесь. И, кстати, он был отключен, но он присутствует и он целый, не срезанный. Пульта, кстати, не нашел. Вот такой вот телевизор. Кстати, вот эти вот следы, они прямо над винтами с ним пытались, короче, видимо, вот так петлю выкусывали или не знаю. Вообще, я не понимаю, что с ним произошло, но факт 1, нужно искать переднюю панель, задняя еще ладно, но передняя панель просто в хламину. С боков это ужасное зрелище, но спереди он еще ничего так остался, но с боков это просто жесть. Вот такая вот штука. Разбирать его пока не буду. Напоминаю, если я с ним ничего не смогу сделать, у меня есть гараж, значит, будет жить в гараже, а если у него все-таки кинескоп потерял вакуум, то есть треснул, то, естественно, он будет разобран. Отклоняющую систему от Samsung у меня еще найдет куда поставить. Если вы помните, у меня есть корпус с кинескопом 21-й диагонали, плоский от Samsung, вот он был на CS9A. Вот по форме шаська абсолютно такая же, то есть все кнопки разъема подойдут. О трубахах знает. А, я, кстати, даже до сих пор ни разу не проверил. И динамик будет только один использоваться еще. Там он один. То бывает два дина ОМОНа, а там даже один динамик всего. В общем, вот такие охуительные истории с ЛТшниками. Кстати, кто сейчас начнет писать комментарии, кому это надо, я вам скажу, их до сих пор покупают. И вполне успешно. Может не так быстро, то есть выложил, например, не в первый день, даже не во второй, не в третий, но их покупают. Поэтому я их беру, я ими занимаюсь, и мне эта тема нравится. И с этим попробую что-нибудь сделать. Всем пока. Субтитры